Что такое социализм? Первоначально. У нас сейчас не просто полуправда в газетах, возьмите вы 25 съезд, много ли там о недостатках говорится? О их куче. Не уверен в том, что можно сказать. А что станем делать, а что из этого получится? Не то делается, а мы об этом просто помалкиваем. А жизнь-то, она идёт. И вот люди говорят, встречаешь коммунистов, не так много я вижу людей, но всё-таки вижу, то из одной группы, то из другой. Вы то, говорят, видите, что происходит не то. Вы то видите, а там, что не видят? Видят, но во-первых, у них решительности не хватает, а во-вторых, надо не только сказать правду, но и выводы сделать. А к этому ещё не готовы. Ленин, он был готов. Ленин и Сталин говорили тяжёлую правду. Им и верили люди. 28. Апрель 1976. Ленин говорил, неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможно, победа социализма первоначально. Первоначально, слово первоначально видите? А что значит, первоначально, победившие пролетариат этой страны, экспроприировав капитализм и организовав у себя социалистическое производство? Все сказано как точно. А через пять лет, после победы Октябрьской революции, в 1922 году он пишет, озвучно и истина марксизма говорит, победа социализма требует совместных усилий рабочих нескольких передовых стран. То есть можно захватить власть, можно даже производство организовать, но только первоначально. В одной стране. А чтобы победить, нужны совместные усилия. И пока ещё не пошли самые передовые. Но вначале не требуется полная победа, а просто победа. Можно победить первоначально в одной, отдельно взятой стране, ликвидировать эксплуататоров, организовать социалистическое производство, вот в таком свете можно победить. А полностью победить, по Ленину, пока невозможно. Продолжительное существование социалистического государства рядом с капиталистическими странами долгие период немыслимо. Либо одно, либо другое. А Троцкий не верил. Можно сказать языком математики. Троцкий мыслил категориями арифметики, застывшими, а Ленин, категориями высшей математики, с приращениями. Правильно. Грубым образом, да, можно провести аналогию, соглашается Молотов. Троцкий не верил, что крестьянство можно, повести за собой. Это его самая грубая ошибка. Мы здесь проходим Академию Молотова, говорит Шота Иванович. Это все, по-моему, очень ясно сказано, но нигде разъяснение этому не дается. И настолько исказили Ленина, что Поспелов, академик, давая его биографию, первую часть цитаты, что можно победить, приводит, а второй части, что требуются совместные усилия, нет. И даже в сборнике цитат Маркса, Энгельса, Ленина, специально изданного, первое есть, а второй нет. Еще у Ленина прямо сказано, что победивший пролетариат, если потребуется, поднимет вооруженное восстание в других странах, и если нужно, пойдет войной, какой оборонец. Прямо сказано, а это теперь не подходит, потому что мирное сосуществование, а это, есть классовая борьба. Капитализм не собирается уступить, а раз мы ввязались в это дело, то тут два выхода, либо мы должны нас только окрепнуть не только внутри, но и в других странах путем свержения капитализма. Во Франции, Италии, Испании, Португалии, в нескольких основных капиталистических странах, что империализм будет не в состоянии против нас войну объявить, либо мы должны быть готовы, к тому, что если вспыхнет раньше революция, а они вмешаются со своей стороны, тогда будет атомная война. Это не исключается. Значит, возможно еще очень большое обострение. Вытекает одно из другого, что одна по себе победа в одной стране не заканчивает вопроса. Вот, и Германия напала. А завтра может и Америка напасть, вот ведь дело в чем. Так что говорить о том, что классовая борьба кончается, это, конечно, неверно, 29. Июля 1971. 12. Декабря 1972. 30. Июня 1976. На 21 съезде, который не упоминается нигде, Хрущевым было сказано, что у нас социализм победил полностью и окончательно. Но если полностью и окончательно, чего ж строить больше? Под этим предлогом они говорят, теперь мы строим коммунизм. А для чего это? Чтобы за красивой вывеской не делать революционных выводов о том, что не доделано. Задача-то уничтожение классов, трудное, революционное. А мы строим коммунизм, лишь повод обойти этот вопрос, попытка уйти от революционного. Коммунизм, а там, дескать, самотеком как-то классы уничтожатся. А это есть типичные позиции правых. Кулака не надо уничтожать, он сам, мол, найдем объяснение ненужной жестокости, надо быть гуманистами, надо соблюдать законы, вот их мораль. Но эта мораль не революционная, она не двигает вперед, она замазывает трудности, обходит вопросы, а есть повод, мы строим коммунизм. Ленин говорил, что надо уничтожить классы. Так это, говорят, при коммунизме. Конечно, мы все постепенно уничтожим, пусть пока идет самотеком, без трудностей. Это быстрее, мирным сосуществованием. Хрущев на этом выиграл или завоевал себе большинство в идеологии. А вы возьмите Ленина. Он говорит, что у нас не какая-нибудь идеология за боженьку или против боженьки, за одну религию или за другую. Наша идеология такая, свергай капитализм социалистической революцией. Вот наша идеология. Если держаться этой идеологии, тогда вся наша мораль будет революционной, направленной к осуществлению этих задач. Наш гуманизм марксистский, он не может походить на гуманизм буржуазный. Их гуманизм такой, чтоб никого не обижать, вот их гуманизм. Христианский, антихристианский, но это гуманизм буржуазный. Не трогать буржуазного строя, воспитывать людей, Толстой проповедовал, да потому, что он был помещик, не мог понять, что без изменения строя человека не изменишь. Если мы мораль направим на то, чтобы воспитывать в человеке добрые качества, а строй оставим, какой есть, со взятками, с хищениями, если мы это оставим, то вся эта мораль останется гнилой. А если мы поставим задачи революционные, ломающие строй, доделывающие, тогда нужно приспособить мораль к победе, к борьбе за победу. Это другая мораль. Это все хотят обойти. Поэтому все разговоры о морали, о гуманизме, они насквозь фальшивы. Если нет корня, за что бороться, если нет цели, за что боремся, куда идем, за мирное сосуществование. Тогда одна мораль. У нас нет еще социализма. У нас взятки, у нас хищения, у нас всякие безобразия. Троцкий, жулик, жулик стопроцентный, он упрекает Сталина, что неравномерность развития капитализма определили еще буржуазные философы. Конечно, они вроде этого говорили, те или иные слова, и фразы около правды были у буржуазных философов, пока они верили в свои силы, они за революционные действия были. Словом, сорвали голову Карлу этому, в Англии, уничтожили Людовика, не жалели, когда нужно было. Но на этом революция не кончается. Помещиков, значит, вышибли, это большое революционное дело. А дальше-то им не подходит. А рабочие были слабоваты. Можем ли мы на этом остановиться? Не можем. Вот в этом все дело, что надо теперешние революционные задачи понять, в чем они заключаются, не в словах о коммунизме, не в благих расположениях о мирном сосуществовании, а в уничтожении классов. Никаких других революционных задач решающих сейчас нет. А если есть, назовите. Об этом сейчас не говорят, потому что это революционные задачи. Сразу классы нельзя уничтожить, так давайте обсудим, как это сделать. А вот не обсуждают. И не хотят обсуждать. А есть ли другой путь? Сейчас работают лишь бы, лишь бы. Для этого надо воспитывать людей. Конечно, надо зарплату, но кроме того, надо воспитание. А этого нет. Все думают, что деньгами возьмут. У нас мораль может быть только революционная. У нас революционные задачи не решены. Нам надо все сделать так, чтобы не допустить мировой войны, и тем более, надо не сдать наши позиции, а усилить. Как это сделать? Борьбой. А борьба опасна. Вот тут, и выбирай. 7. Декабря 1976. А я еще вам Троцкого прочитаю, можно ли представить себе, что в течение ближайших 40-50 лет европейский социализм будет загнивать, а пролетариат окажется неспособным совершить революцию. Как раз уже прошло 50 лет. Тут его основной, так сказать, недостаток. В каком смысле мой теоретический или политический долг коммуниста обязывает меня принять ту предпосылку, что европейский пролетариат в течение 40-50 лет власти не возьмет. А вот он не взял. Я утверждаю, что у меня нет никаких теоретических или политических оснований думать, что нам вместе с крестьянством легче построить социализм, чем европейскому пролетариату взять власть. Вот моя пометка, не теоретическое рассуждение. И т. Сталин в 1924 году писал, что усилия одной страны, крестьянской страны, недостаточно для того, чтобы построить социализм. В феврале 1924 года было сказано, что в одной стране можно построить производство, но полностью нельзя построить социализм, говорит Молотов. Но здесь Троцкий вроде на марксистских позициях стоит, заметил я. Он использовывает марксизм, но очень ловко, против марксизма, в этом все дело. Так, и сказал на старинный манер, использовывает. Фелик Щуев, грань какая-то должна быть между социализмом и коммунизмом. Это само собой. Это уже более острая грань. При коммунизме нет государства, это Сталин допустил при коммунизме государство. Это абсурд, с точки зрения ленинизма. Сталин говорит, при коммунизме не должно быть государство, но если останется капиталистическое окружение, армии и аппарат будут. Какой же это коммунизм, говорит Молотов. Хорошее жилье, хорошая жизнь, обеспеченность, этого, с обывательской точки зрения, достаточно. Если все бедняки будут жить более-менее хорошо, значит, это уже социализм, не капитализм. Это еще не полный социализм. Телефонный звонок. Внучка. Бросай частную лавочку или плати государству налоги. Занимается уроками, не хочет заняться настоящей работой. Дипломную работу не сдала. Почему не сдала? Я говорю, почему не сдала? Все сдают. А почему ты, что такое за исключение? Подумаешь. Отвечает в трубку Молотов. И поясняет мне, она написала, видимо, плохой диплом. Я говорю ей, что ерунду написала, так поправь, вполне способный человек, а вот. Чувствуется, что он любит своих внуков, лору, любу, славу, и конечно, правнучку Полинку. Каждому умеет найти свое слово. Помню, как в Артеке в 1955 году, прощаясь с пионерами, сказал, поеду к внучке. А то она скажет, куда это мой дед пропал? Фелик Щуев, Маркс говорит, что в обществе, основанном на коллективистских началах, производители не обменивают своих товаров. Не обмениваются. Что же, они их бросают в ям? Нет, они без обмена обходятся. Без товарно-денежных отношений. Вот вам социализм. Тогда чем отличается коммунизм от такого социализма? Очень отличается. Видите, дело в чем. Когда не будет классов, не будет товарно-денежных отношений, уровень производства еще не будет таким, что можно каждому. Максимально удовлетворить? Нет, не максимальное, наибольшее. Максимального удовлетворения вообще никогда не будет. Это очень зря Сталин употребил, это, так сказать, заигрывание. Что значит, максимальное? Каждый заведет себе рояль, каждый заведет себе авто, это же абсурд. Значит, не максимальное, а удовлетворение всех основных потребностей. Все будут иметь, любой пользуйся, общественным. Вот теперь, я в том числе, и все министры, и прочие пользуются столовой. Заплатил 60 рублей в месяц, и получил все продукты. Выработал 100 дней труд трудовых, получили. Маркс и говорит, каждый будет получать за проработанное свое количество дней. Работал, вырабатывал башмаки, 100 пар, проработал 100 дней над этими башмаками, ты берешь пару лишь башмаков, а остальные 99 ты получишь другими продуктами, и выбирай, что тебе нужно. Но какой-то учет будет? Социализм есть учет. Самый строгий. Самый строгий. Коммунизм дальше идет, потому что тогда будет такое изобилие, тогда надо не только уничтожить классы, а уничтожить разницу между физическим и умственным трудом. Меж городом и деревней можно уничтожить, но еще останется разница в уровне. Если уничтожить классы, как же останется разница между городом и деревней? Энгельс говорил об этом, что крестьянства не будет, но жители гор будут жить в других условиях и не захотят у подножия жить. У них свои проблемы. Нельзя все это будет уравнять, и нет в этом необходимости, и никто этому мешать не будет. Хочешь в деревне жить, пожалуйста, но ты будешь в менее культурных условиях жить. И театров будет меньше у тебя. Возможно, у тебя будут кино и телевизор. И общение другое. Ну, другое. Одним это нравится, а другим не нравится, пожалуйста. Чтобы разницы не было в социальном отношении, конечно, надо еще какое-то время, это полностью не сразу уничтожит, тем более, разницу между умственным и физическим трудом. Изобилие продуктов сразу еще не будет. Еще будут, может быть, по нормам выдавать. А потом, при социализме, Ленин говорил, никто из должностных лиц не будет получать выше среднего рабочего. Никто из должностных лиц, включая, и секретаря генерального, и председателя Совнаркома, Совета Министров, никто из должностных лиц не должен получать выше среднего рабочего. Это осуществляла Парижская коммуна. Но разве у нас это есть? А мы приукрашиваем недоделанное. А главное в том, что нельзя преодолеть бюрократизм, пока один сто получает, а другой – тысячи в месяц. Организовать может только рабочий класс, а вот внести идеологию социализма, научно подготовленные люди, то есть интеллигенции. Правильно ли, что интеллигенцию назвали прослойкой? Правильно. А что же она такое? Какое-то унизительное звучание. Ну, слой, прослойка. Хочешь быть классом, оно не лучше. Ленин требует уничтожения классов. Запад говорит, большевики отказались, что ли, от своей программы мирового коммунизма? Господи, когда мы были маленькой силой, и то не боялись. А теперь чего нам бояться? Пускай говорят. Не отказались, только запутались немножко. Сейчас у нас все есть, сильная страна и содружество социалистических государств. Бояться нам некого и нечего, кроме собственной расхлябанности, лени, недисциплинированности, и с этим нужно бороться, чтобы укрепить дело социализма. Теперь жизнь сложнее. Тогда была более трудная жизнь, более трудная. Ваше дело вникать. Я уж старик, но вы то, молодые, должны вникать. Потому что без этого нельзя, будете слепыми, то в одну сторону потянет, то в другую. Чем можно заменить материальный стимул при социализме? Я не согласен с прославлением бригады Злобина, это же самый настоящий подрядчик. Таких, и при царе было полно. Вот я в своей работе называю шесть факторов, способных, с моей точки зрения, заменить материальное стимулирование при социализме, умелое научное планирование производства. Социалистическое соревнование. Подбор кадров. Направленность всего общества, все организации должны работать на одну общую цель. Международная социалистическая и комплексно-экономическая интеграция. Идейное воспитание партии, оно должно охватить практические внутренние, и международные вопросы, перечисляет Молотов. 17. Июля 1975. Программа тормозит. Я такого мнения держусь, что для воспитания молодежи, и не только молодежи, а и стариков, выживших из ума, и людей среднего возраста, не думающих об этих вопросах, ни на что опереться, кроме Ленина. А Ленин, считается, давно был, и значит, надо что-то новое, а суть то дела в том, что надо поднять всю борьбу на некоторый новый этап, и все вскроется по-новому. Придется намного и по-новому посмотреть. Советую почитать Ленина политика, экономика, в эпоху диктатуры пролетариата. Конец 2019 года. Я сейчас вам могу привести своими словами, а потом вы прочитайте, чтобы углубиться. В данном случае я точно передаю смысл. Что такое социализм? Сказано так, социализм есть уничтожение классов. Уничтожить классы можно только при диктатуре пролетариата. Для этого нужна диктатура пролетариата. Без этого классы уничтожить нельзя. А у нас, уничтожение эксплуататорских классов. Вот этого крестьянина берегут, колхозника. А его беречь нельзя, если хочешь счастье этому крестьянину. Его надо освободить от этих колхозов. И сделать его тружеником социалистической деревни. Вот эти сторонники крестьянского, демократии, они то как раз реакционеры, они крестьянина этого, в том виде, в каком он есть, хотят заморозить. А тупели в своем мелкобуржуазном мещанстве. 29. Июля 1971. 12. Декабря 1972. 30. Июня 1976. У всех Ленин на руках. Глизерман, историк, пишет, ссылаясь на великий почин Ленина, что коммунизм, бесклассовое общество, процесс уничтожения классов длительный, и окончательно они будут уничтожены, при коммунизме. И они это выдвигают. Но дело в том, что весь марксизм, вся диалектика марксизма, обязательно требует исторического развития. Все рассматривается в развитии, и нигде не останавливается процесс. Поэтому Ленин прав и в том, что социализм есть уничтожение классов, это значит, что разница не будет социальной, но окончательно сотрется она, конечно, дальше. Ведь человек развивается из малыша ученого. Вот ты ребенок. Юноша. Это уже молодой человек, студенческого возраста. Это уже молодой ученый. Это уже взрослый ученый. Провести точно границу, конечно, нельзя. Но все-таки Ленин предполагал уничтожить классы при социализме. Не предполагал, а это целиком соответствует его учению. Но вовсе не значит, что все до конца будет сделано, а это еще будет продолжаться, и дальше. Но он не откладывает уничтожение классов на коммунизм. Вот в чем дело. А эти откладывают и на это опираются. Революционности нет. Нельзя откладывать. Иногда надо что-то отложить, подготовить, ну тогда так, и скажи. А тут, перенесли в коммунизм уничтожение классов. Но все дело то в том, что нельзя прийти в коммунизм, не решивший этого вопроса. Это самое главное. А у них, попытки перепрыгнуть через трудный вопрос. Перепрыгнуть через него нельзя. Мелкобуржуазным демократам, говорит Ленин, свойственно отвращение, классовой борьбе пролетариата, мечтание о том, чтобы обойтись без нее, стремление сгладить, и примирить, притупить острые углы. И у Маркса сказано, между капитализмом, и коммунизмом, в этот переходный период, не может быть ничего иного, кроме диктатуры пролетариата. А у нас, сейчас предлагают везде так, между капитализмом, и социализмом. Это во всей литературе исправлено. И в программе. 28. Апрель 1976. Вы закончили борьбу, говорит Шота Иванович. Ничего мы еще не закончили, отвечает Молотов. Внутри страны. И внутри страны мы ничего еще не закончили. Основы только построили. Хрущев дал разрешение. Да и при Хрущеве не закончено было, и теперь не закончено. Наоборот, идеологии, которые у нас, в программе КПСС, тормозящие. Программа то неверная, господи. Не то что неверная, она тормозит строительство социализма. Рабочие работают, и двигают дело вперед, крестьяне, колхозники медленно, но идут вперед. У них нет настоящего руководства. Наоборот, люди опутаны с заботами, в серьезных вопросах. Нету Маркса, Энгельса, Ленина такого социализма, где продолжается господство денег. Нет такого социализма. Найдите. А у нас продолжается. Нету Маркса, Энгельса, Ленина такого, чтобы, как мы говорим, в развитом, построенном уже полностью социализме, существовало два вида собственности, нет такого социализма. Вместо того, чтобы преодолевать эти остатки, переходного периода, мы это законсервировали, затормозили все. А изображаем, что мы уже строим коммунизм. Это абсурд. Идеология на это идет. В экономических проблемах Сталин правильно подходит к этому вопросу? Правильно. В начале нерешительно, а в конце он занял твердую позицию. Единственное он правильно подошел. Мы даже не все понимали это. Там есть у него ошибки, и я спорил с ним. Он давал мне читать в рукописи то, что опубликовано, и вторую часть, над которой работал. Ну вот, нету Маркса, Энгельса, Ленина такого, где бы социализм был при деньгах, примашнее. Колхозы, это переходная форма, переходная. И никакого социализма, при двух формах собственности, нет, законченного социализма. А мы говорим, что у нас развитое социалистическое общество, себя этим успокаиваем, и тормозимся. Нам надо это ликвидировать, и развернуть все силы народа. Это все накаляется, оно найдет свои пути. Но наши руководители сейчас не понимают, а те, которые подсовывают им бумажки, просто мелкобуржуазные идеологи, которые не могут ничего сделать. Уже построены основы, повернуть назад не могут, и вот, это развитой социализм. Переходим, коммунизм. И прочее. Ничего мы не переходим. Вот Брежнев один из таких руководителей, которые не понимают этого, не потому что не хотят, а они живут мещанской идеологией. Мелкобуржуазной. Этого добра у нас, еще очень много, и это не может не тормозить. Но самое интересное то, что вы не найдете серьезных людей, которые над этим задумываются. Кто-нибудь слыхал, дескать, что надо бы что-нибудь сдвинуть к тому, как построен социализм у Маркса, Энгельса, Ленина, вы не найдете такого человека. А как сдвинуть, с чего начать, с колхозов, или с чего? Фактически, с колхозов. Ликвидировать колхозы, вести государственную собственность? Да, да. Чтобы это сделать, надо провести громадную подготовительную работу, а мы еще не делаем, потому что будто бы все построили, и этим задерживаем подготовительную работу к ликвидации, и колхозов, и денег. И я должен сказать, что кроме Сталина, никто не решился, да и не понимал просто, я прочитал, и обсуждал со Сталином это дело. И у Сталина, вначале нерешительно сказано, что колхозы уже начинают тормозить. Теперь колхоз может на свои средства рассчитывать, а если государство вложит в это дело, колоссально увеличатся темпы. В программе сказано, что для колхозов образцом должны быть совхозы, так почему на образцы не перейти, если уж мы так готовы, если мы коммунизм строим, нельзя же без конца просто болтать. Но суть то, почему у нас, теперь плохи дело, машинизация, механизация. В Америке не нуждаются ни в хлебе, ни в хлопке, ни в свекле, Почему? Потому что кругом машины. Все комплексно механизировано. А если мы сумеем это сделать, мы их обгоним. Тем не менее, вместо того, чтобы все сосредоточить на этом, и двигаться, мы теперь колоссальные вложения в сельское хозяйство делаем. А если мы перейдем на совхозный тип строительства, когда государство все будет делать, чтобы обеспечить механизации всесторонне, и комплексно, это было бы замечательно. Просто замечательно. Я считаю, что сельское хозяйство для нас не проблема. Мы ее быстро решим, только у нас, пока не хватает машин, приспособленных к разным районам, комплексно, чтобы одно с другим было увязано, к разным культурам, к разным сортам. Если мы механизацию наладим по-настоящему, научно, экономически грамотно, мы с этими задачами легко справимся. Нам бы не отстать в военной технике. Вот тут мы должны все силы. Промышленность, главное. С этим считаются. Конечно. И больше ни с чем. Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, единственная страна во всем мире, не зависящая от заграничной нефти, газа. Америка зависит, Франция, Англия, все. Мы полностью не зависим. Только не хватает машин. И грамотных людей. Но главное, конечно, механизация. Стоит это понять, и твердо проводить эту линию, мы будем очень быстро двигаться вперед. Вот надо нам понять, что такое социализм, понять это дело. Никто об этом сейчас вообще даже не говорит. Да что значит, никто? Говорят. Слишком много. Философы говорят, экономисты. Есть у нас две книги об основах научного коммунизма. Под редакцией директора института марксизма, ленинизма, академика Федосеева. Почитайте, что он там наплел на Маркса, Энгельса, и Ленина. Запутался? Да. Совершенно. Заморочили голову. Мир, мир, мир. Никсон тебе его не поднесет. Да это будет такая жестокая борьба, без этого мы еще не обойдемся. А вот вы наивничаете, мир, мир. Лучше бы ру рука отломилась, чем писать эту ерунду. Мир, мир. Его надо завоевывать. Кое-что мы использовали, залезли теперь на Ближний Восток. Но слишком далеко залезать уже вредно. Я считаю большой нашей неосторожностью. Мы предложили в ООН, что если наши партнеры согласятся, то ради мира на Ближнем Востоке мы должны дать свои войска. И американцы свои. Зачем нам лезть? Вот это уже лишнее. Вот когда мы использовали Садата для того, чтобы арабы больше вооружались, и сопротивлялись империалистам, а теперь уже, и заставляют кое, в чем поклониться им, арабам. Арабы поняли, что надо объединяться, начинают цены повышать, ограничивать поставку нефти, так что нам только выгодно. Пускай Садат этим занимается, чем нам плохо. При нашей помощи он будет активней. Если мы уйдем в сторону, услугу сделаем империалистам. Владимир Ильич Ленин, Иосиф Сталин примирились бы с уничтожением Садатом коммунистической партии? Спрашивает Шота Иванович. Ой, подумайте. Вот Ленин взял Брестский мир, а Сталин подписал с Гитлером мир. Они не глупые люди были, а умные, а вы очень примитивно подходите. Но тогда другого выхода не было. Надо понимать, когда все использовать. Брестский мир похабный, Ленин подписал, а Троцкий был против. Какой умный был Троцкий. Мы с Гитлером заключили мир, а они на нас потом напали. Какие мы были глупые. А мы почти два года выиграли. Выиграли. А вот подписали договор о запрещении ядерных испытаний, договор с империалистами Америки и Англии против социалистического Китая. Запретить Китаю иметь оружие. Почему? Китай на это плюнул и завел оружие. Франция плюнула. А мы оказались голые, и это дало главный аргумент Ма Цзэдуну, что подколоться от Советского Союза. Они то подписали для того, чтобы помочь расколу между Китаем и Советским Союзом. Теперь это почти невозможно исправить. А китайцы уж потом покатились дальше, потому что не марксисты они, полумарксисты. Хрущев нас толкнул к этому, видимо. Не толкнул, а просто нас втащил в это дело. Вот подписали договор, мир, мир. До мира без войны не может быть. Мы даем миллиарды советских денег за рубеж, а они рухнули. Говорит Шота Иванович. Где они хоть рухнули? В Чили, например. Вы нам сразу сказали, еще несколько лет назад, что Чили долго не продержится. Хорошо, что было Чили. Еще много таких Чили будет, побед, и поражений. Садату помощь. Это обывательские разговоры. Базарные. А если он повернет к американцам? Если. Он обязательно повернет. Ладно, я молчу. Есть хорошие слова. Поживем, увидим. Истории доказывает. Вот у Черчилля во Второй мировой войне. Вы плохо историю изучаете, только по Черчиллю ее изучайте, и наделайте ошибок, если будете на него опираться. Очень больших ошибок. А мы на него не опираемся. Опирайтесь, опирайтесь. Но никто не может отрицать миллиарды советские. Ох вы, обыватель, обыватель, обыватель. Никто не может отрицать. Эх вы. Хрущев просвистел, и ушел. А где вы были? Просвистел. А вы где свистели? Хоть бы на кого-нибудь свалить. Нет, так нельзя. Я иногда на вас напускаюсь. По вашему мнению, у нас социализм будет через 200 лет. Вот, давайте лучше займемся этим делом. Это, по-моему, замечательный американский фрукт, брейкфрут. Думаю, грузины должны это перенять. Кое-что есть, но мало, отвечает Квантальяне. Это надо. Это очень хорошие фрукты, рекомендую. Если бы мы до войны так неустанно каждую копейку не внедряли в экономику, если бы так разбрасывали, то войну бы не выиграли. Все в свое время. Но нам пора разобраться. Пропаганда должна объяснять. А мы не должны повторять ошибки нашей пропаганды. И недостатки ее. По телевидению показывают, мы дарим спортивный комплекс, его открывают, и даже не говорят, что это дар Советского Союза. Вот грейпфрут берите, американский или кубинский. Куба висит у нас на шее, пусть она висит. Ничего она не висит. И пусть Чили тоже висела бы. Нет, не надо. Я очень осторожно на эту тему. А вы большой обыватель в политике, говорит Молотов Шотти Ивановичу. Вячеслав Михайлович, я хорошо помню ваши слова. В прошлом году было. Я сказал, что мне месячную зарплату не жалко отдать для Чили, а вы ответили, что это зарплата. Жизнь за революцию надо отдать. Так вы сказали. До жизни далеко еще. 9. Ноября 1973. Мирное сосуществование. Лозунг мирное сосуществование. Мне кажется, при Ленине не употреблялся. Никогда он не употреблялся, и Ленин никогда его не употреблял. По-моему, понятно, почему. Такой период. Тогда говорить о мирном сосуществовании наивно было, наивно. Мы как бы просим, пожалуйста, дайте мир. Они, конечно, нам не давали никакого мира. Они шли своей дорогой, мы, своей. Наша политика революционно утверждалась, крепла. По-моему, сейчас правильный лозунг. Только надо, конечно, иметь в виду, есть, и неправильно понимающие этот лозунг, есть настроенные пацифистски. Он сам по себе, тянет к пацифистскому образу мышления. В старой программе, при Ленине, осуждались такие взгляды. Пацифистские идеи очень вредны. Ленин был к этому очень осторожен, более точен. А теперь, другое дело. Хрущев это даже в программу внес. Лично я избегал этого выражения. Я старался избегать этой формулы, а Хрущев, наоборот, старался на этом осилке ездить. Неточная формулировка. Но если к этому, добавить кое-что не получится послабление. Другую сторону подчеркнуть нужно. В 1921 году мы таким лозунгом не пользовались. Мы были за мир, мы были за развитие отношений с буржуазными странами. Мы ни на кого не собирались нападать. Но мы были против пацифизма. И в программе об этом очень резко было сказано, очень хлестко. В ленинской программе. Я проверял, изучал программу, там нет такого лозунга. И во время Брестского мира, тоже, когда Ленин защищал необходимость мира, тоже никогда не употреблялось это выражение, по крайней мере, со стороны Ленина, и ближайших его сторонников. Теперь это очень широко и эклектично используется. Общая то линия уже определена. Мы как бы просим о мире. А просить о мире, значит, показать свою слабость. А перед сильным показать свою слабость, невыгодно политически, нецелесообразно. Для большевиков не подходит. Хрущев, которому в теоретических, в сугубо политических принципиальных вопросах, не всегда удавалось правильно говорить, этим широко пользовался. У него можно найти такие олиповатые вещи. У Сталина в печати, по-моему, нет таких скользких выражений, как мирное сосуществование. Я не помню таких выражений. У Ленина, безусловно, нет. Но у Ленина, сколько угодно выражений, мы за мир, мы за прерогативные отношения. Мы, конечно, боролись за мир. У Сталина, мир будет сохранен, и упрочен, если народы, возьмут дело сохранения мира, в свои руки, и будут отстаивать его до конца, да, в свои руки. Тогда получается сильнее, просьбы нет. И у Ленина тоже. 29. Апрель 1982. Создается впечатление, что мы укрепили мир, ничего мы не укрепили. Ничего не укрепили. Можно ли так с империализмом, чтобы он остался при себе, а мы при себе? Но позвольте, тогда для чего мы живем? А если для свержения империализма, то как можно мирно сосуществовать без свержения? Так мы отказываемся от свержения? Нет, не отказываемся. Как же можно совместить мирное сосуществование, и свержение империализма? В коммунистическом манифесте написано, коммунисты не скрывают своих взглядов, они стоят за насильственное свержение, всего существующего общественного строя, это основа Маркса, Ленина. Все основано, чтобы не противоречило этому положению, а теперь мы проповедуем мирное сосуществование. Как это одно с другим вяжется? Если вяжется, так объясните, как вяжется. А это для того, чтобы успокоить. Больше ста лет назад не боялись прямо сказать, и этим то, и подняли людей на восстание, а теперь мы, укрепившись, говорим про мирное сосуществование. Перспектива может быть только одна, если идти вперед, только на международную революцию, ничего другого, нет более благонадежного. Мы должны беречь мир, но если мы, кроме того, что мы боремся за мир, и оттягиваем войну, если мы еще верим, что так можно прийти к коммунизму, так это же обман, с точки зрения марксизма, это, и самообман, и обман народа. Революция идет, укрепляется, все идет вперед, но не без жертв. А кто думает, что можно без жертв, и без ошибок продвинуться, коммунизму, тот наивный человек. Желательно поменьше ошибок, но и без них не бывает. Основные ошибки, которые создают иллюзии, успокаивают, не подготавляют к решительным боям, без которых обойтись нельзя. Ничего не получится, не пойдем вперед. И это означает, впереди очень серьезные бои. А мы к этому не готовимся. Вот в чем я вижу главную опасность. Надо поддерживать мир всячески, оттягивать начало какой-либо новой войны, особенно войны, против социалистических стран, но не слишком заангажироваться в пользу арабов, и других, когда они свои национальные интересы, ставят на первое место, мы им должны помогать, но в меру. Мы тут перебарщиваем. Мы за мирное сосуществование, если его понимать в том смысле, что мы за мир. Мы всячески должны стоять за мир, мы, самая миролюбивая страна, постольку, поскольку это не мешает дальнейшему усилению роста социализма, росту освободительного движения. И мирового коммунизма, это само собой. Если мы не будем бороться за коммунизм, за мировой коммунизм, тогда у нас не будет и социализма. И поскольку это не мешает постепенному углублению ямы, под капитализмом, об этом мы прямо не говорим, но сохраняем мир, для свержения империализма. А фактически, когда Хрущев пошел на это, тут, конечно, есть шкурничество самое настоящее. Ведь запугивая атомной войной, мы будем помогать атомной войне. Конечно, впереди дел много. Но мы исходим из того, чтобы свои позиции укрепить. 14. Января 1975. 17. Июля 1975. Какая борьба? Капитализм провалился, утверждает Шота Иванович. Ууу, борьба еще будет очень сложная. А дальше еще сложнее. Ни одна, никакая книжка этого вопроса не решит. Капитал Маркса, наиболее полная книга, и та не решила всего. Государство и революции тоже? Она опирается на Маркса. Маркс говорил, вот моя книга, это такая бомба, которая мощнее любой бомбы, которая была, и будет в этом буржуазном обществе. Потому что эта бомба взорвет буржуазное общество. Нет никакой атомной бомбы, которая могла бы взорвать буржуазное общество. Оказывается, бомба не помогает. А вот учение Маркса оказалось таким учением, что, когда придерживались этого учения, а Ленин его очень крепко придерживался, и очень ге гениально его использовал в условиях нашей страны, оно взорвало наше общество, а в других странах еще не сумело. 8. Января 1974. Буржуазные строи лучше, чем социалистические. Лучше? В чем? Лучше, потому что насквозь заражены Хрущевщиной. А Хрущевщина, это буржуазный дух. Я Хрущеву прямо в рот говорил эти вещи, и я, считавшийся в партии человек, потом оказался не нужен. Я вам скажу, нельзя плестись за Хрущевыми. Хрущев не один, у нас их очень много, их подавляющее большинство. И вот нам, людям, которые считают, что надо стоять на других, принципиально позициях, немножко надо бы поглубже. Почему у нас такое положение? Какая причина? Один Хрущев виноват? Так его легко было вышибить. А кругом Хрущева сидят, только они помалкивают, а теперь они поняли. Пожить все хотят, законные требования, но если мы теперь направим на это наше внимание, люди, которые считают себя сознательными коммунистами, то мы поплывем по буржуазному полю на помощь Хрущеву, будем держаться за его палкой, как бы нам не отстать. Мы только рассуждаем о социализме, обо всем остальном только упоминаем, не хотим разобраться, не разбираемся. 21. Июня 1972. Июня 1972. Июня 1972.